Ну, поскольку Ближний Восток, поэтому, естественно, давайте начнем с такой самой пылающей точки на Ближнем Востоке, Сирия. Что происходит, непонятно. Хотя, конечно, понятно, с одной стороны. А с другой стороны, да, как там будут действовать западные страны, как там будет действовать Россия, куда это все приведет. Кто заинтересован, так сказать, в чем? Включая, конечно, всякие разные Арабские Эмираты. Россия там действует, понятно, исходя из того, ну, вот как может Евнуху выступать инструктором по Камасутре? Рассказывать? Исключительно показывать. Нет, рассказывать. Показать ему нечем. Он бы хотел, но ему нечем. Понятно. Поэтому у нас есть место в Совбезе. Соответственно, через Совбез, соответствующая резолюция, которая там открывает интервенцию, как это было в Ливии, не пройдет. Ни мы, ни китайцы ее не пропустим. На эти грабли мы один раз наступили. Обнарушили, что мы выступаем в качестве шутов гороховых и деревенских дурачков. Обиделись вполне справедливо. И чего нам ради открывать очередной тур передела мира, в котором мы не участвовали. Ладно, мы участвовали. По Сирии у нас есть ливийский опыт. Там же много чего обещали. И немедленно, как только все кончилось, обещалки были нарушены. Каддафи линчевали. А здесь еще все грустно, потому что там же довольно много воюет в оппозиции народу с российским гражданством, с российскими паспортами, все эти исламисты. Там же очень много разного народа было, которых Асад не выдавал, осевших у него на учебу, на работу. Из примерно трех тысяч аль-каидовцев, которые у него бегают, и братьев-мусульман, которых куда больше, из тридцати где-то тысячи позиций. Многие, если чего, потом заедут в Поволжье, на Северный Кавказ с большим боевым опытом поразвлекаться. А на нас Олимпиада в Сочи, Персиада в Казани. Нам-то зачем, что это вся их победа? Американцы, ну развожу руками, с моей точки зрения это не лечится. То есть они понимают, что аль-каида, что братья-мусульмане это враг, но одновременно, а что делать, надо быть на стороне победителей. А опять же спонсоры победителей будущих, которые еще вопрос будут или нет, это партнеры. Гигантские нефтяные и газовые интересы, оружейные контракты. Катар, Саудовская Аравия, а еще и Турция играет здесь очень важную роль. И американцы, французы, Великобритания помогают им как могут. Но при этом пока еще на интервенцию идти не готовы без совбеза. Ну, потому что объяснить зачем. А вот это вот химическое оружие, которое нашли, не нашли, самолеты переделанные, не самолеты. Химического оружия в Сирии много. Как нас учили в свое время на гражданской обороне, и при Заринзе. Да, это все там, я так понимаю. Но когда вам говорят, что вот у нас тут войска, а это было вот только что, вечером вчера. Да. Химическое оружие применили против нас, повстанцев, шесть человек погибло. Два слепло там, три еще чего-то. Это, знаете, разговор на тему, на нас тут скинули атомную бомбу, погибло шесть человек. Верится? Ну, как это не. Химическое оружие применялось в мире, это тысячи или десятки тысяч погибших. И это было и у Саддама, и у Саддама, и у Тухачевского, и у Первой мировой войны. Как предлог просто. Это же может быть, да? Нет, сегодня раскрутка темы химоружия для удара по Ассаду извне, это стандарт. И понятно, что Аль-Джазира, Аль-Араби делают все возможное, чтобы втянуть в эту драку Турцию и западников. Не дай бог Ассад уцелеет до того момента, пока начнется большая заметня с Ираном, и тогда не до него будет. У него армия больше, чем все население Катара. И просто халифу Аттане и миру Катара, ну ему не уцелеть, потому что его же не зря страну называют теперь лающая мышь. Он очень богатый, он безумно амбициозный, но он крохотный. Но вот он купить может не все, что хочешь, потому что они же договорились в свое время с тунисским лидером, и он бежал себе спокойно в Саудовскую армию. А с Мубараком уже договориться было плохо, и он под давлением американца ушел в отставку, и зря надо было давить это все. А с Каддафи уже не удалось, и пришлось воевать серьезно. А в Сирии есть пример Каддафи, Ассад понимает, ладно его убьют, ведь и семью убьют, и всех алавитов перебьют. Потому что лозунг «христиан вливан алавитов в могилу», при том, что алавиты, носориты, они же еретики для ваххабитов. Ну для ваххабитов, да. А Каддафи же тоже ваххабитская страна, такой ваххабизм в человеческом лицо, как и саудовцы, но только им разрешено женщинам водить машину. То есть ладно, мы ваххабиты, мы вот такие. Евгений Ильич, последний вопрос у нас остался, наверное, минутка, я так понимаю, да, и мы тогда его продолжим, может быть, как раз эту тему. А Израиль как себя чувствует в этой ситуации? А удивительным образом хорошо вооруженная Швейцария в центре мировой революции и войны. При этом они никуда не влезают, но похоже, что у них как раз есть шанс у последних остаться вот какими есть. Хотя не исключено, что и Турция, и Египет будут разваливаться, уж про Сирию не говорим. А кто сказал, что Саудовская Аравия уцелит, и почему она должна уцелить? А так сидишь, никуда не лезешь, отбиваешься, сами никого не атакуют, но если их, так особо никто и не хочет, жить-то всем хочется. Ни с той, ни с другой стороны, я так понимаю. Ну есть случайно залетевшие мины, попытки втянуть как раз из альтян в удар пас, вот это святое, но на провокацию пока не поддаются. Еще одна горячая точка, такая, всегда горячая, Израиль-Палестина. Я бы сказал, территории, которые контролирует Израиль, потому что Палестина это что? Когда вы начинаете всерьез идти по международному праву, вот по-настоящему, не по тому, который на Генассамблее ООН, то вы вообще понимаете, что большая часть территории, которая была выделена под создание еврейского национального очага, была в нарушении мандата Лиги нации отрезана в качестве Иордании. И все. Большая часть этой территории населяют палестинцы. Тоже понятно. Тоже понятно, конечно. Ну ладно, надо было куда-то пристроить семью Эмира Абдаллы, он ушел с англичанами турок резать, его выбили из Мекки и Медины злобные саудиды, которые никто и звать их никак, а он потомок пророка, надо же было ему какую-то территорию дать. Но вообще-то говоря, кто убил Эмира Абдалла? Это палестинский террорист в мечети Алягаса. Кто пытался свергнуть и уничтожить короля Хусейна? Уж не ясер ли Арафат со всеми его ребятами в 70-м году? Что такое Черный Сентябрь? Подавление палестинского восстания войсками хашемитской монархии и так далее, и так далее, и так далее. Газа 19 лет была под Египтом, Иудеи, Самария, Восточный Иерусалим были под Иорданией, с чего никто слова про палестинское государство не говорил. При этом иорданцы хотя бы гражданство отдали, а египтяне так и не дали. Египтяне отталкивают их двумя руками, не нужны они. Ну а кому они нужны? И в этом плане все проблемы, потому что были действительно беженцы, и было их то ли 520 тысяч, потом набежало разного народа, разделялась Британская империя. В итоге сказали, что ладно 900 тысяч, на самом деле 820 тысяч беженцев из арабских стран приняло Израиль. И имущество у них было там куда больше. Обменяйтесь, ребята, никаких проблем. В тот же период в Европе более 20 миллионов беженцев Второй мировой войны. Одних немцев выбили около 12,5, 2 миллиона перебили по дороге. В тот же период между Индией и Пакистаном подмен беженцами от 15 до 18 миллионов, количество убитых примерно миллиона 4. И, строго говоря, нет же сейчас никаких этих беженцев, осталась последняя группа. Так она и осталась ровно потому, что ей все занимаются. Это такой большой бизнес. Около четверти бюджета Организации Объединенных Наций, на самом деле побольше. Это специальные агентства, занимающиеся только палестинскими беженцами. И 30 тысяч человек там работают. Верховный комиссариат по делам беженцев, который занимается, ну вот на сегодняшний момент, от 16 до 20 миллионов в год просто те, кто его клиенты. Где-то 50 миллионов человек он обслужил. Там и 620 человек работает. Бюджет у него раза в полтора меньше, чем у Бапура. Но большая спекуляция, большая афера. Все сроки палестинского государства, уж извините, кончились в 99-м году. Ни одного документа, который Арафат обязался подписать, он не подписал. И начал антифаду, восстание. То есть, строго говоря, вы истеричен, есть полная опция закрыть эту тему, разогнать все это безобразие, что в Галюзе, что в Романе. И сказать, обязательства не выполнены. Ребята, один конец билет в Тунис, а хотите не в Тунис, с честно упраденными миллиардами, куда хотите. Всем спасибо, все свободны. Денега туда, надо было сказать, вбито столько, что хватило бы страну построить размером с Украиной. С экономикой, со всем, ну, несколько миллиардов. Я не говорю о ооновских деньгах, просто вот в Ромау, только обумазанную его людям, до него Арафату. Забыли там 35-38 миллиардах, которые Арафата были накучумлены до того, как были подписаны соглашения у Слава, под богачей британской королевы. Куда делись деньги? Ну, жена еще есть пока. Нет, сухо их не получилось. Сухо получил? Да нет, отсюда вот все ее тяжбы. Да, вот эти вот. Я знал хорошо его финансового помощника, Мухаммеда Рашиду, он же Халат Салами, и как-то разок присутствовал на дележе денег, где почтенному Раису сносили маленькие сумки, большие сумки с деньгами. Шашлык был самый вкусный в моей жизни, на виле под Ереховым. А мы как дураки приехали с российскими дипломатами, тогда еще живым, Володей Рыбаковым, говорить об экономике, о промзонах, о технологиях. На нас посмотрели, ну, на каких-то совсем глупых белых людей, сказали, вот экономика, вот видишь, это люди пришли Раису принести в дар свою признание. Это наша арматура, приносит человек большую сумку с деньгами. Настоящий такой вот баул, как у Челнаков. Это наш хлеб, это наша мука, а вот это наша электроника. Вот это экономика. А что вы нам говорите там? Куда, чего, зачем? Сиди и ешь шашлык. Ну, было видно, что в 96-м году было видно. Не создают эти люди государство, у них процесс, как у Троцкого. Цель ничто, движение, все. Евгений Анатольевич, последний вопрос в этой части. Сколько это продлится? Вот это? Подкормка, подпитка, стыдание, страдание. Ну, до смерти не хотят они. И американцы мешают? Да никто им уже не мешает, потому что голосование показало, что все, здесь уже нечем здесь говорить. Генассамблея сказала, что Палестина государство. Почему Мосфильм тогда не государство? Там и экономика получше. Значит, вопрос о том, как это все само просто развалится. Развалится Сирия, значит, развалится и Ордания. Развалится и Ордания, ну и чего тогда говорить? То есть, все разваливается кругом. Ну, курды развалят вот-вот Турцию, если всерьез Турки ударят по Сирии, а Египте на носу гражданская война, а все строят палестинское государство. То есть, это даже не смешно. Дошли до Ирана, наконец, мы с вами. А эти ребята тоже, да. А с Ираном все хорошо. Смотрите, Иран, атомную бомбу в этом году будет иметь. Ну, на самом деле, мы сейчас всерьез говорим, много работает над этим эксперты и нашего института, и не нашего. Не просто атомную бомбу, а сколько там расщепляющих материалов на 5 бомб, на 10 бомб, сколько накоплено и чего в плутоневой программе, в урановой, какие сложности, с боеголовками, с носителями. Иранцы, честно говоря, что им ракета бросить до Америки баллистической не нужна, им бы только до Израиля, до Литвы. При этом, на самом деле, есть абсолютно нерешаемый конфликт, кто главный в исламском мире и кто главный в персидском заливе. Без войны ни саудовцы с другими заливниками, ни иранцы со своей стороны не разойдутся. Ну, не можете вы решить, как поляки с Тарасом Бульбой столкнулись, кто тут главный. А там еще Турция где-то чего-то там пытается там чего-то. Но Турция в стороне, воевать с Ираном не хочет, у нее своя игра на сунитском поле, да для которых, в общем, даже и неплохо, если иранцы заливников придушат. Потому что с деньгами все-таки у этих безумно богатых людей все хорошо, у Эрдогана амбиций при этом много, но заливники вовсе не хотят, чтобы вернулись ко времени, когда султан турецкий был халифом. И кто тогда там слушал, чего там было в Мекке и Медине? Два заштатных городка, куда паломничество идет под контролем турецких чиновников. Поэтому амбиции Эрдогана совершенно не воспринимаются саудовским монархом, который, вообще-то говоря, слуга двух благородных святынь. При том, что на одной из купюр есть еще и мечеть Алякса, поэтому мы хотим быть слугой. И в этом плане с Ираном это означает, что режим нераспространения кончился. Из 40 стран, которые технически могут сегодня произвести атомную бомбу, ничего такого нет. На колени ее сложили в 40-е годы в нашей стране. Мы же помним, какой был уровень технологии. Ничего собрали, сложили. Но эти стран 25-27, как минимум, будут иметь эти самые атомные бомбы лет через 10-15. Невероятно применение в локальных конфликтах на низком укропе. Их немного будет. Но этот новый прорыв был, когда появились автоматические виды оружия. Пулеметы, автоматы, танки, самолеты. Ну хорошо, боевые космические системы, новые системы связи. Ну новый прорыв военных технологий. А превентивно с ними разобраться нет? Вопрос в том, что кроме американцев разобраться никто не может. Ну реально не может. Американцы... Вместе с израильтянами или нет? Или только американцы? Израильтяне могут нанести удар, который Иран уничтожит. Если они используют свой ядерный потенциал, который они не обсуждают, не отрицают, не подтверждают. А без ядерного потенциала невозможно. Качественно они вообще третьи. Это точно. Количественно, ну не знаю, может и четвертые уже. Там посильнее, чем все предполагают. И поскольку они не сумасшедшие, то отказываться в этом регионе от ядерного комплекса они не будут. Но они же не хотят уничтожать Иран. Это не есть их задача. Конечно нет. Ну вот в страшном сне, там, если Израиль уже совсем уничтожен, так мертвая рука, там удар по центрам, откуда уничтожают Израиль, чтобы уже вместе уйти. Ну да. А задача уничтожить весь иранский ядерный комплекс, вот совсем весь, но при этом сохранить мирное население, это только американцы. Израильтяне могут уничтожить где-то десяток объектов, максимум полтора из 35 ядерных объектов первого уровня. Это значит, несколько лет, максимум 3-4, минимум полтора года заторможенности иранской ядерной программы. Правда и это иногда решает все, потому что если бы они не разбомбили ядерный реактор Саддама, то бы Кувайт атаковал с атомной бомбой, кто бы его пальцем тронул, судя по Северной Корее, где Кимон, людоедский режим. Пальцем никто не трогает. Вообще, вот совсем все хорошо, все делают вид, что так и надо. По наследству передается власть. То ли одно, то ли два изделия есть. Ракетные технологии, ну и ладушки. И как бы пусть живут. В этом плане у Ирана плохо с экономикой, потому что санкции. Но плохо с экономикой, это означает, что профицит бюджета меньше, чем мог бы быть. Но он же профицит. А мы же помним, что невозможно было ни Мао Цзэдуна, ни Сталина, никакими санкциями, ни от чего отрилить. Конечно. Да передушат они всю свою страну, лишь бы была бомба. Потому что для них это знак того, что режим не сменят. В этом плане Обама никогда не хочет воевать, никого он не хочет бомбить. И министр обороны у него, и госсекретарь теперь. Люди, ну не пацифисты, конечно, но они точно не хотят связываться с Ираном. Потому что, честно говоря, да наплевать Америке на иранскую атомную бомбу. Ну, в общем, да, мы далеко, да. Для нас проблема Каспий. Для нас, да. И большая проблема. Потому что, вообще-то, они и без атомной бомбы проблемы. Мы же почему не трогаем Иран? Ну, месяца за три они могут в Северный Кавказ перейдить в Южный Ливан. Конечно. С чем нам это? У нас свои проблемы с сунницкими террористами. То есть, пускай все течет, как течет, да? Такой вывод какой-то надо сделать. Все будет, так и будет. Сцепятся они с аравийскими монархиями наверняка. Ваххабиты пытаются стравить евреев, шиитами, потом выйти из своей пустыни, добить оставшихся. Израильтяне это прекрасно понимают. Будем посмотреть. Спасибо большое. Президент Института Ближнего Востока Евгений Становский был нашим гостем. Спасибо.